Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают направленные вниз, она смотрит на север. Палочка, направленная вверх, смотрит на юг. И когда вот еще... Вот касая под крестом, и вот когда еще в древности русские шли, допустим, на своих селений, а церкви были с большими колопольными, с большими шпилями, они ориентировались по этой косой палочке. Почему? Потому что с востока на запад и сзади на восток одно и то же, а вот север-юг как раз по этой косой палочке. А вот после того, как Иван Грозный взял Казань, он приказал под крестом, ниже этой косой палочки, припевать полумесяц в знак победы христианства над Исламом. Так что, если вы увидите церковь, вы, наверное, видели, да? Вот, некоторые думали, что это просто украшение, а это еще повелось современному Грозному. А, друзья, а меня просили рассказать про Мезузу, да? Хотя я знаю, что меня уже прикнули в том, что это очень много лишней информации, никому не нужной. Путешествие по Израилю, все равно я расскажу. Я не просто так об этом сказал. Так вот, друзья мои, находясь в квартирах, в гостиничных номерах, заходя в ворота Иерусалима, вы видите вот такую косую, что-то такое припитое. И вот люди подходят, дотрагиваются, а потом целуют себе. От этого еще руки. Друзья мои, это связано с одной из десятой казни египетской. Помните, когда Моисей приходил к Богу и потом к фараону, и голосом Поля Робсона, ну, может быть, и тем же матье он говорил, «Let my people go», «Отпусти народ мой». Помните, песня была прекрасная? Так вот, каждый раз Господь Бог ожесточал сердце фараона. И были нарывы, были язвы, были лягушки, тьма, египетская саранча. И вот девять раз, так ведь, тьма была, и вот девять казней прошли. И каждый раз Господь Бог ожесточал сердце фараона. Приходит к нему снова Моисей и говорит, «Не отпускает фараон народ мой, не зная, что делать». И тогда сказал Господь Бог, «Пройду смерчем огненным среди домов египетских, и умрет каждый из первенцев и у дома фараонова, и рабов, и слуг его». Смолился Моисей, «Господи, а как ты узнаешь дом, где живут иври?» Так назывались иудеи, «от дома, где живут египтяне». Он сказал, «Возьми травы, пучок и супа, обмакни в кровь ягненка и сделай косую заметку на уродный глаз твоих на правом косяке дома твоего. По этой заметке и буду знать, где живут иври». Так вот, друзья мои, то, что вы видите, это футляр. Самое главное находится внутри. Именно там выдержка об этом событии, молитва «Шма Исраиль», «Слушай, Израиль», «Бог один». Так вот, имена находятся внутри. Вот «Мезуза», это что вечно называется, на ней иногда вы увидите русскую букву «Шем», на самом деле это еврейская «Шин», просто она вот так вошла написанием в русский язык. А еще, хотел бы сказать, иногда бывают еще две буквы, «Далет» и «Юд». Получается «Шадай». Это одно из них от Господа Бога, Творца. А она переводится «Шмор Тлатот Израиль» или «Страж Врат Израильвых». И вот есть традиция, когда касается этого места, рукой потом целуют, вот от этого жеста пришла традиция целовать изображение икон. Вы скажете, Леонид, да не может быть, что-то далековато Израиля от России, да? Друзья, а помните Пушкина, как он писал, как мы не сбираются вещи Олега, мстить разумным хазарам. А кто такие хазары? Только не говорите, что это евреи. Это степные народы, кочевники. А вот исповедовали они как раз-таки иудаизм. И вот многое из религий перешло в Русь. И вот так же, как маленькая притягивается большим, так и маленькая Киевская Русь пропитывалась религией. Не только религии, а многими другими вещами. Кстати, христианство на Руси появилось, ну скажем так, по-божьему провидению, когда Владимира Красносолнышко взяли в Константинополь или Стамбул по-нынешнему. И там в течение полугода он изучал три монотеистические религии христианство, ислам, иудаизм. И вот там были произнесены знаменитые слова «Быть на Руси питье». Дело в том, что ислам отрицает, запрещает употребление алкогольных напитков. Честно говоря, правильно. Вы не представляете, но в этих широтах употребление 50 грамм водки равноценно, как, скажем так, полустакана, а если не еще больше. Просто климат такой развозит моментально. Иудаизм Владимиру Красносолнышку понравился очень. Ну вот, потому что это была уже сложившаяся религия за много тысячелетий. Но из-за этих хазар, которые делали постоянные набеги, он и не взял иудаизм. И вот христианство так вот, друзья, хотел бы еще вам сказать, что самое первое письмо, которое было найдено на Киевской Руси, это исторически доказано, оно действительно существует, было написано не на кириллице, а на иврите. Очень многие буквы перешли просто-напросто из иудейского алфавита в русский или славянский алфавит. А, друзья, более старый. Ну, вы хотите, наверное, примеры, да? Вы скажете, мы ваших букв не понимаем. На самом деле, кириллица это не квадратное письмо, которое существует здесь. Вы знаете, до реформы, которая была еще проведена Лениным в 17-м году, когда были убраны некоторые буквы, там, фито, ядь, ижица, буквы обозначались словами. А, с буки, беди, глаголь, добро, есть, жизнь и так далее. Я буду вам говорить буквы еврейского алфавита. Они тоже, каждые буквы, не обозначены звуком, а словом. А вы только замечайте. А, лев, бет, вет, гиммел, далит. Что получилось? А, б, в, г, д. Друзья мои, и буква И краткая, и буква Ш тоже перешли в этот алфавит. Мало того, те, кто приезжают сюда из России, еврейским дается относительно легко. Просто люди не замечают тех вещей, которые есть общего в еврейском языке и в русском языке. Очень часто можно найти корни или смысловое значение слов одинаковое. А, кроме того, грамматика. Помните, как мы с вами мучились в немецком языке, в английском языке, изучая грамматику, как-то особым образом произнося дифтонги, сочетание букв? А вот вы говорите, все очень просто и элементарно. На самом деле нетрудные мы строим предложения так же, как строят его в русском языке. Вот поэтому легче. Друзья, обратите ваше внимание, вот трамвайчики стоят, видимо, должны поменяться, вот еще один стоит. А вот еще, друзья, с левой стороны, посмотрите, вот там здание. Самое страшное место на Земле. Поверьте мне, там музей катастрофы европейского еврейства. Друзья, я не могу там водить экскурсию, поверьте мне. Не могу просто говорить. Это слишком сложно, слишком жива память. И для моей семьи, когда 70 человек были просто умерщвлены в различных лагерях. Самое страшное здесь детский зал. Когда? Одну секундочку. Когда Максимочка? Друзья, самый страшный это детский зал. Нет, там ни одной фотографии нет. там просто полумрак. И горит одна свеча, отраженная в десятках тысяч зеркал. Вот движение одного пламени в десятках тысяч. Просто наши инженеры так поставили умело зеркала. И вот 24 часа в сутки, 365 дней в году. Соня Беркович, два года, Киев, Маруси Фелькес, полтора года, Минск, имена, 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 имена. Вы себе представить не можете, какие мурашки там идут. Я видел, как приезжая туда скорая помощь, людям становится плохо. Там есть зал памяти, так себе зал, скажем так, нет ничего особенно торжественного. Просто огромнейшие медные плита, лежащие на земле. Вечный огонь, который горит. На плите 22 имени концлагерей. И еще, если бы еще не знать, что плитали же на человеческом пепле. На человеческом пепле, привезенное из концлагерей. Друзья мои, там очень мало, ну скажем так, вещественных доказательств. В основном это экраны компьютеров, экраны телевизоров и документальные фильмы. Та самая гибкая, которая была у фашистов, показывая именно почему надо уничтожать еврейский народ. Я, честно говоря, считаю, абсолютно уверен, что президенты всех стран мира должны принять, принимать присягу именно здесь, чтобы понять, к чему могут привести политические игры. Я верю, что именно здесь должен принимать присягу и американский президент, вспомнить, как американцы, перекрестившись, поливали вьетнамцем, напал. Сейчас они просто балуются саранским народом, саранским народом, как президенты посылают оружие, неизвестно кому, каким-то вот, различным, как они считают, народным фронтам. Вот именно здесь, потому что страдают просто люди. Ну что ж, мы с вами сейчас приезжаем, приехали практически в гостиницу, которая называется Римоним, или гранат. Ну, не та граната, которая бросает, а та граната, которая съедала. Кстати, гранат и есть символ еврейского народа. В большом гранате 613 зернышек, столько же и запах земли еврейского народа. И все это покрыто большой кожурой, плотной довольствки. Символ того, что вот именно так все евреи вместе в государстве Израиль. Кстати, из кожуры граната и делали чернила в древности. Именно из нее, на настройке этих вот смесей кожуры граната и были сделаны те самые чернила, которые не выцветают многие годы, не обголубливаются, сохраняются многие века. Также были написаны из этих чернил и заменитые свитки Мертвого моря. те самые, самые древние ветхий завет, которые обнаружили. Ну и, конечно же, сейчас пишут песцы, которые переписывают Тору. Они не пользуются современными чернилами, а делают также протестовые технологии. «Наши не пользуются». «Ну что ж, друзья, сейчас мы сейчас видеозвонят из компании». а? а? я был сам, когда был английский то что? специальный контракт для нашей не пользуются все как это написано? гостиница Римонин кто у нас выходит здесь с вещами? а? а? имя написано он 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 где леви а ваде а ваде я а ваде я а ну да 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 я сейчас смотрю побольше в своем настроении можно зайти сейчас